Друзья, всем огромный привет! Снимаю видео о пустых баночках ноября. Возможно, кто-то мне задаст вопрос, почему ты так рано начала снимать этот ролик. Дело в том, что каждый месяц у меня накапливается достаточно большое количество пустышек. Мне уже есть, что вам показать, мне уже есть, о чем вам рассказать. И для себя я решила, ну, по крайней мере, попробовать снимать пустые баночки по мере накопления, дабы не мучить потом вас четырьмя, а то и пятью частями. Ну что ж, давайте начинать. Использовали мы краску для волос от Estelle, линейка Celebrity. Оттенок очень интересный, 1065, жемчужный блондин. Посмотрите на этот оттенок. И также я хочу вам показать сзади на упаковочку шкалу. А вот что у нас получилось, вы можете увидеть в ролике, который называется «Красим волосы вместе». Я оставлю ссылку под видео на этот ролик. Переходите, если вам интересно, посмотрите. Результат получился очень неожиданный. Далее подошел к концу у моей сестры мицеллярный мягкий шампунь от чистой линии, без силиконов. Гранат, питание и уход, сияние цвета для окрашенных волос. Объем 400 миллилитров. Гелевая консистенция, розовый цвет. Действительно приятный аромат, чувствуется кислинка. Этот шампунь очень понравился моей сестре. Действительно, она увидела какой-то блеск. Она действительно после этого шампуня не использовала никакой последующий уход. У моей сестры волосы нормальные, склонные к жирности. Сказала, что обязательно эту покупочку повторит. Друзья, но мы очень любим чистую линию. Нам она подходит. Если у вас никак не складывается дружба с чистой линией, тогда, конечно же, я вам не советую покупать. Но попробовать все-таки стоит, на мой взгляд. Очень часто можно встретить эти продукты по каким-то акциям и выгодным предложениям. А у нас закончился вот такой шампунь. Это Джонсонс перед сном детский шампунь. Объем 300 миллилитров. Расслабляющий аромат с нотками лаванды. Помогает малышу быстрее заснуть. Очень нам понравился этот продукт. Друзья, несмотря на то, что он подходит для деток, мы его использовали и он нам подошел. Он не спутывал волосы, он их не пересушивал. Все было прекрасно и чудесно. По поводу аромата. Конечно, здесь не слышна нотка лаванды. Скорее всего, здесь присутствует аромат, как у Эйвен. Есть линейка детская, типа тоже с лавандой. Вот такой вот, какой-то непонятный, но очень приятный аромат. Друзья, знаете, я могу вам сказать, что при использовании, вы знаете, я возвращалась в какое-то детство своего ребенка, и мне было приятно очень вспомнить о маленькой Соне, потому что, когда Соняшка была маленькая, мы такими продуктами пользовались. Ну, в общем и целом, мы остались довольны. Шампунь классный, аромат хороший. Да, что-то я в ностальгии ударилась. Использовали мы вот такую маску для волос с витаминным комплексом. Это грейпфрут и маракуйя, объем 125 мл. Это Эйвен линейка Нейчерлс. Приезжала ко мне она в подарок из Курска от Натальички, канал Натальи Овс. Наталья, приветик тебе огромный и большое спасибо. Что я хочу сказать? На самом деле, это не маска, это легкий бальзам. Для волос моего ребенка эта маска не подошла. Она не помогала распутывать волосы, если вдруг шампунь как-то их спутывал. А для меня, в принципе, продукт оказался довольно-таки неплохим. Вот такого оранжевого цвета. Очень приятный аромат. Но вот так, чтобы, например, бежать ее покупать, скорее всего, нет. Но в любом случае, очень приятно было ее попробовать. Наталья, огромное тебе спасибо. У доченьки подошла к концу вот такая вот парочка. Это у нас Фрутиссимо Экзотик Лимонад. Гель для души и скраб для тела. Эта парочка приезжала к ней из Пензы от Иришки. Ириш, большое-большое тебе спасибо. Давайте начнем с геля для душа. Объем у него 300 мл. Изготовитель Арома Пром, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, город Дедовск. Бракард. Обратите внимание, это бракард. Вот такого зеленого цвета, гелевая консистенция, приятный аромат. На мой нос это аромат, у Фаберлик есть линейка Лимонная Монпассия. Но если там аромат более сладкий, карамельный, то здесь он идет с кислинкой. Я также пользовалась этим гелем для душа, и мне он очень понравился. Друзья, он не пересушивает кожу. Для нас это очень-очень важно. Аромат приятный, кожа не пересушенная, но пользовались с большим удовольствием. Спасибо огромное. Очень бодрящий и взрывной аромат. Что касается скрабика для тела, это сахарный скраб для тела. Обратите внимание, объем у него 100 мл. Друзья, скраб на самом деле довольно-таки жестковатый. Я люблю жесткое скрабирование, но, к сожалению, не все продукты мне в этом плане идут в помощь. Иногда кожа после жесткого скрабирования очень сильно раздражается. С этим скрабом проблем абсолютно никаких не было. После него на теле оставалась маслянистая пленочка для моей сухой кожи. Например, это очень важно. У Сони кожа на теле нормального типа. Друзья, и эта жирная пленочка маслянистая нисколько ее не раздражала. Аромат такой же приятный. Это лимончик кисленький. Сейчас вам покажу. Нет, не покажу ничего. Все-все, ребенок использовала до конца. В общем, друзья, хорошая парочка. Я не знаю стоимость этих продуктов, но если она бюджетная, обратите внимание, честно, мы остались под хорошим впечатлением. Подошел вот такой продукт к концу. Это крем-баттер для тела, кафе красоты. Интенсивный уход, авокадо. Масло авокадо, масло ши, масло кокоса, масло какао. Объем этой баночки 200 мл. И если вам интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. В свое время покупал мне супруг в магазине Ашан. Имеется фольга, заглушечка. Ну и, в общем-то, я тут все так же вымазала до конца. Очень приятный аромат, друзья. Это аромат авокадо. Он зеленый, он приятный, он ненавязчивый. Вы знаете, иногда, согласитесь, надоедает вся эта сладость. Не хочется ни ванили, ни ягод, а хочется какой-то аромат зелени. Друзья, очень приятный аромат. По поводу его текстуры, да, я бы не сказала, что это крем-баттер. Я бы его назвала питательным кремом для тела. Он действительно прекрасно питает кожу, прекрасно убирает воспаление, прекрасно убирает какие-то шелушения, раздражения. В целом мне этот продукт очень понравился. Девчонки, если у вас сухая кожа на теле, склонная к сухости, особенно сейчас в холодное время года, на носу зима, обратите внимание. И по аромату, и по действию мне этот продукт очень понравился. Далее покажу вам вот такую вот разрезалочку. Это у нас компания Иван. Парфюмированный лосьон для тела через the moment. Приезжал ко мне этот продукт в подарок из Липецка от Натальечки Киселевой. Канал Натали Кис. Наталья, приветик тебе огромный и большое спасибо. На самом деле ко мне приезжала парочка. У меня была миниатюрка аромата и вот такой вот парфюмированный лосьон. Аромат мы давным-давно закончили, потому что он очень понравился и мне, и ребенку. Он такой теплый, он уютный, согревающий, цветочные нотки здесь чувствуются. А вот лосьонами моя дочка пользуется достаточно редко, но зато пользуюсь ими часто я. Использовала с большим удовольствием до самого-самого конца. Девочки, это просто самая настоящая ароматерапия. Но я еще раз повторяюсь, аромат безумно приятный. Наталья, огромное тебе спасибо, что ты меня познакомила с этим ароматом. Я от него осталась в полном восторге. Качество лосьона отличное, прекрасно увлажняет кожу. Питание не ждите, но увлажнение дает довольно-таки неплохое. Вообще супер. Наталья, еще раз тебе большое-большое спасибо. Очень понравился. Вот такой продукт. И это у нас также Иван, линейка Нэчерлс, искушающая клубника и белый шоколад. Лосьон, спрей для тела, объем 100 мл. Приезжал он также в подарок, только на этот раз из Саранска от Верочки. Вер, огромное тебе спасибо. Приятный аромат. Здесь чувствуется клубничка, но, к сожалению, на мой нос мне она показалась немножко химозненькой. И все это дело еще приправлено сладостью белого шоколада. В принципе, тандем получился неплохой. Как вы можете заметить, этот продукт я использовала до конца. Когда вы его наносите на кожу, спустя, может быть, минут 5-7, немножко аромат преображается, девочки, но преображается он в лучшую сторону. Уже вот эта химозная нотка клубнички уходит, и остается только очень приятный аромат белого шоколада. Вер, большое тебе спасибо. Если бы не ты, я бы так его и не попробовала. Девочки, сразу говорю еще раз, что все продукты от компании Иван я сама не заказываю. Я получаю их в подарок от моих подружек, за что, конечно же, им огромное-огромное спасибо. Еще один подарок от Натальечки Киселевой. Это дезодорант. Это парфюмированный дезодорант из магазина Рубль Бум. Рубль Бум, простите, пожалуйста. You Enjoy он называется. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель нотки этого дезодоранта. Девочки, мы его использовали как парфюм. Мы могли использовать его как домашний парфюм, либо, если нужно, сходить в магазин за молочком, за хлебушком. Быстро побрызгались и пошли. Аромат приятный, безумно понравился. Очень классный. Я вообще на самом деле являюсь ярым поклонником продукции магазина Рубль Бум, их собственной торговой марки. Друзья, это невысокие цены, но отличное качество. К сожалению, в нашем городе этого магазина нет. Очень-очень жаль. Наталья, большое спасибо, очень понравился. Использовала и я, и мама. Далее покажу вам средства по уходу за лицом. Подошел к концу вот такой увлажняющий гель для умывания. Это мои любимые баночки от Organic Kitchen. Свет мой зеркальце. Органический мелисовый мед и свежие ягоды Асайи. Так, да, ну, в принципе, как всегда, все выскоблили до конца. Прекрасный гель для умывания, девчонки. Очень приятный, действительно, ягодный аромат. Продукт смывает макияж в душе. Это также очень важно. Все в нем чудесно, кроме одного момента. Не совсем удобная консистенция. Я называю эту консистенцию мастикообразной. Вот. Ну, в целом, продукт неплохой. У нас он был в использовании уже не в первый раз. По поводу повторной покупки. Если вдруг я встречу по какой-то привлекательной цене, то обязательно повторю. В официальном магазине покупать сейчас эти баночки стало очень-очень дорого. И просто мой фаворит на все времена. Это также Organic Kitchen. Маска соц для лица после вечеринки. Свежий сок грейпфрута и органическая лимонная цедра. Друзья, это самая настоящая маска СОС. Хранить ее нужно в холодильнике. Об этом нам также прописал производитель на донышке этой баночки. Друзья, гелевая консистенция. Гелевая консистенция. Аромат чувствуется действительно цитрусовый. Если вдруг вы, не дай бог, как я склонна к отекам, к утренним отекам, друзья, эта маска вам в помощь. Не раз она меня выручала. По поводу повторной покупки я ее обязательно буду покупать. Даже за большую стоимость. Потому что маска действительно прекрасно справляется с утренней отечностью. Могу вам ее только посоветовать. Вот такой продукт подошел к концу. Это Таласа Косметик. Ле Сикрет. Гасуль Кактус. Что это такое? На самом деле эту баночку мне отдала сестра. Это глина, друзья, глина вулканического происхождения. Вот так вот она выглядит. Аромат, честно говоря, банальной грязи из лужи, честно. Так вот, это глина вулканического происхождения, которая борется на омоложение кожи. Я была, честно говоря, поражена. Вот. То есть, по сути, от этой маски нам нужно ждать лифтинг и омоложение. Кстати, в большой версии, это миниатюрка, в большой версии эта маска идет с пометкой 45+. Использовала ее я, и, честно говоря, я не омолодилась. По поводу очищающих свойств к ней абсолютно никаких нареканий нет. Она действительно хорошо очищает кожу, как-то помогает подлечить воспаление, если вдруг они у вас присутствуют на лице. Но, девочки, омоложения нет. Я вообще не понимаю, как глина может идти там с супер омолаживающим эффектом, с эффектом лифтинга. Да, в общем, действительно написано, что это секрет. Но, друзья, по сути, так секретом для меня это и осталось. Так, дальше хочу вам показать вот такой ополаскиватель для десен и зубов на отваре трав. Актив гель лесной бальзам комплексная защита 10 в 1. В свое время покупала по очень выгодной цене в магазине Магнит Косметик. Действительно, ополаскиватель гелевой консистенции, фиолетового цвета, очень приятный. Он не деручий, друзья, но он так здорово освежает полость рта, чувствуется в послевкусии какие-то нотки пихты, может быть, можжевельника, но они приятные, они не тошнотворные, я не побоюсь этого слова сказать, потому что порой иногда у меня, порой иногда, извините, иногда все эти пихтовые вкусовые нотки у меня вызывают порой иногда тошноту. Нет, здесь абсолютно проблем никаких нет. Очень нравится. В свое время покупала в Магнит Косметик по очень выгодной цене что-то в районе 70-75 рублей. Очень крутой. Объем 400 мл использовала и я, и мама, и Соня с большим-большим удовольствием. Очень классный. Зубная паста. Это президент для чувствительных зубов. В свое время также покупали эту зубную пасту в магазине Улыбка Радуги по какой-то очень хорошей цене. По-моему, была скидка 40% на все зубные пасты. Девчонки, паста неплохая. Правда, неплохая, она голубого цвета, прекрасно очищает зубки, прекрасно освежает полость рта. Если эту пасту, например, сравнивать с пастой сплат для чувствительных зубов, по качеству мне эта паста нравится больше именно благодаря своему прекрасному освежению. К очищению как бы нет, нареканий нет к сплату, но здесь освежение идет гораздо лучше. Паста действительно прекрасно снимает чувствительность зубов, но есть в ней один большой-большой минус. Эта паста не пенится. У меня мама терпеть не может зубные пасты, которые не пенятся, поэтому эта паста стояла достаточно долго. И даже когда возникла необходимость воспользоваться зубной пастой, которая снижает чувствительных зубов, она сказала, что я этой пользоваться не буду. Я достала ей сплату, и вот сплатом она пользовалась. Что хочу сказать? Мне понравилось, я бы эту пасту повторила. Но вот мама категорически против нее встала и сказала, что больше мы такую пасту покупать не будем. Ну, посмотрим. Возможно, мне удастся ее переубедить. Покажу вам еще одну разрезалочку. Это крем для рук, а точнее питательный бальзам для рук и ногтей от Фаберлик линейка Спа Секреты Клеопатры. Объем 75 миллилитров. Девочки, прекрасный продукт. Также использовала прям вот до конца, до конца. Аромат невероятный. Вы знаете, я вам вообще хочу сказать, что крема для рук от Фаберлик у меня по сути радует. Они больше идут на питание. Ну, по крайней мере, все те крема, которые я покупала, они действительно прекрасно шли, как питательные крема. Что касается этого, друзья, он действительно суперпитательный. Он прекрасно помогает смягчить ручки, если вдруг у вас действительно большая-большая сухость. У меня были проблемки. Друзья, мне этот бальзам просто спас. Аромат. Это действительно самая настоящая спа-процедура. Я не могу вам сказать, что конкретно здесь за аромат, но он какой-то восточный. Он какой-то вот такой глубокий, теплый, согревающий. Но он легкий, он ненавязчивый. Очень хочу приобрести еще продукты из этой линейки, из Фаберлик СПА. Я очень надеюсь, что у меня это получится, потому что все те продукты, которые я использовала, меня просто поразили, друзья, по своим ароматам и, конечно же, по своему качеству. Крутой бальзам. Обратите на него внимание. Подошла к концу у меня вот такая маска для ног. Это также Фаберлик линейка Этноботаника. Голубой кипарис, лайм и масло корите. Простите. Я очень люблю эту маску для ног. Обожаю ее просто. К сожалению, из каталогов эту линейку вывели. Это мой последний вариант. Больше у меня таких масочек для ног нет в запасе. Очень жаль. Приятный аромат. Здесь чувствуется действительно аромат лайма и что-то такого еще очень приятного, такой нежнейший аромат. Ну, возможно, это голубой кипарис. Мне почему-то кажется, что здесь присутствует аромат хлопка и лайма. По поводу масла корите аромата я здесь не услышала. Так, маска у нас зеленоватого цвета. Я не знаю, получится у меня. Нет, ничего не получится. Дожала абсолютно полностью. По сути, эта маска идет неосмываемая. То есть, это даже не то, что маска, это крем, девочки. Но она так классно увлажняет ножки, подпитывает ножки, что пяточки, даже мои пятки, которые склонны к сухости и достаточно проблемные, эта маска привела просто в порядок. И я очень осталась довольна качеством ее работы. Очень крутая. Если у вас есть в запасе, эта маска, девчонки, попробуйте. Очень-очень понравилась. Дальше мы с вами перейдем к маскам для лица. Использовала я вот такую маску для лица от Виленты. Это коралл. Маска тонизирующая и увлажняющая с экстрактами коралла и морских водорослей для всех типов кожи. Маска на каждый день. Также, кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Друзья, мне эта маска очень понравилась. Вы знаете, в свое время я достаточно предвзято относилась к маскам от Виленты. Я не знаю, почему так, но я обходила их стороной. Даже какая-то внутренняя брезгливость была к этому бренду. Я так ошибалась. Очень крутые продукты. Пока все маски, которые я пробовала от Виленты, мне все понравились. Просто идеально подошли. Я увидела их работу на своем лице. Эта маска конкретно идет для лица и шеи. Ну, в общем-то, все масочки, которые я пробовала от Виленты, они все идут для лица и шеи. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Она уже сухая, такая деревянно-картонная стала. Также есть вот такой вариант для шеи. Маска работает, все в ней классно, но вот эта часть, которая идет для шеи, девочки, она постоянно у меня спадает. Да, я знаю, что с тканевыми масками лучше лежать, а с этой маской действительно, друзья, лучше лежать, но я лежать не могу. Обязательно какие-то дела по дому найдутся. Что я увидела после использования этого продукта? Вот если нам производитель заявляет увлажнение, друзья, есть этот момент. Если нам производитель здесь обещает тонизирование, да, действительно, эта маска классно еще и тонизирует кожу. Понравилась очень, девчонки, могу только посоветовать. Очень классная маска. Доченька моя использовала вот такую маску для лица. Это из магазина Литуаль Фанки Фан, увлажняющая маска для лица Единорог. Эта масочка приезжала к Соне в подарок от Иришки из Пензы. Ну, вот пришла, пора ее использовать. Если вам интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Увлажняет, освежает, придает коже эластичность и гладкость, снимает раздражение. Увлажняет, да, освежает тоже, придает коже эластичность. Ну, я бы не сказала гладкость. Да, гладкость была, снимает раздражение. Нет. Сейчас я вам покажу, как выглядел этот единорог. Честно говоря, он такой страшный. Девочки, это вообще просто. Очень большой лоб, очень большой лоб. Рот тоже находится непонятно где. Вот здесь вот я дочке подсбирала как бы, то есть на щечках, то есть лекала, но совсем не для лица моего ребенка. Честно, больше покупаю. Вот я бы больше не купила, правда. Было приятно с ней познакомиться. Было очень приятно, конечно же, ее получить в подарок. Ириш, большое тебе спасибо. Но Соня сказала, мам, маска настолько страшная, что он говорит, я такую больше не хочу. Ну, да, как-то так. Но я еще раз повторяюсь, увлажняет очень хорошо. Маска, по сути, по качеству, точнее, довольно-таки хорошая. Использовала я две вот такие вот лисички. Обе они ко мне приезжали также из Пензы от Иришки. Давайте начнем с этой. Вот такой бренд. Бизутанк. Бизутанк. Не знаю, как правильно читать. Давайте не буду коверкать. И давайте я вам покажу, что здесь нам пишет производитель. Маска мне эта очень понравилась, друзья. Она действительно слегка увлажняет, охлаждает кожу, отлично ее увлажняет и даже слегка подпитывает. Посмотрите на эту симпатичную мордашку. Она такая красивая. Ириш, мне так понравилась эта маска. Спасибо тебе огромное за этот подарок. И качество маски шикарное. И мордашка симпатичная. В общем, я осталась очень-очень довольна. Буквально на днях я использовала вот такую вторую лисичку. Это у нас уже Etude Organics. Маска тканевая, балансирующая для дерзких и игривых натур. Маска идет в основном для... Точнее, не в основном. Маска идет для проблемной и жирной кожи. Вот. У меня кожа совершенно другого типа, девочки. Но сейчас у меня на лице выросло такое воспаление, что я решила этот продукт использовать, так как производитель нам заявляет о том, что маска снижает воспаление. Друзья, в этом плане маска сработала очень круто. Правда, воспаление уменьшилось, но в два раза это точно. Вот такая вот здесь мордашка. Девчонки, вы знаете, у меня личико очень маленькое. Но мне эта маска оказалась очень мало. Я не знаю. Вот как-то так. Мордашка не симпатичная по сравнению с той лисичкой. Конечно, да, здесь она какая-то не очень симпатичная. Но качество маски мне понравилось. Ириш, огромное тебе спасибо. Друзья, действительно, воспаление уменьшилось в два раза. Это как минимум. В этом плане, да, хороший продукт. Подошли к концу. У меня вот такие патчи под глазки. Это мои любимые патчи от Skinlight. Но на самом деле она называется омолаживающая маска для области под глазами. Интенсивный коллаген. Храню я их в холодильнике. Здесь 30 штук. Хватает на 15 дней. Друзья, на 50% убирает отечность под глазками. Меня такой вариант абсолютно устраивает. Результат неплохой. В запасике есть еще. Буду покупать и дальше. Зачастую их можно встретить по хорошей цене в магазине Magnet Cosmetics за 89 рублей. Попробуйте. Буквально вчера доченька использовала вот такой продукт. Это маска-пленка для лица с глиттером золота. Экстракт прополиса, экстракт маточного молочка. Цвет у маски золотой. Если вам интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Давайте я вам покажу, как эта маска выглядела внутри. Девочки, запах у нее безобразный. Когда дочка начала наносить, я ей сказала, боже мой, я говорю, запах клей-момент. Девочки, один в один клей-момент. В защиту этой маски могу сказать только одно. Она действительно хорошо застывает на лице и снимается одним полотном. Девочки, ну как ее снимать? Это какой-то ужас. У меня ребенок вчера снимал эту маску. Она рыдала. Она просто плакала. Она потихонечку, потихонечку. Но я-то понимаю, что зачем себе лишний раз делать больно. Я говорю, давай, я тебе помогу. Конечно, не резко, но более-менее хотя бы потяну тебе наверх. Потому что она не могла вообще ее снять. Я вам скажу даже больше. Она, когда ее снимала, настолько было больно, что она даже водичкой себе подмазывала там где-то, чтобы маска получше отходила от кожи. Представляете, какой ужас. Девочки, обходить ее стороной. Это просто кошмар. В общем, помогла я снять ребенку эту маску. Она рыдала у меня просто как белуга. Лицо красное вдрызг. Я ей тут же дала маску для лица с алоэ. Вот тканевую, кстати. Да, не показала я вам. Ну, ладненько, в следующий раз покажу. Вот. Сразу тканевую маску с алоэ, чтобы снять это раздражение. Это адище. Девочки, самое настоящее адище. Никогда такую не покупайте. Проходите мимо. Конкретно эту масочку Соня получала в подарок в магазине Литуаль. Повторяюсь. Также доченька использовала вот такие бумажные платочки. Это лилия с ароматом персика. Покупали в магазине фикс прайс в упаковке. В упаковке, по-моему, 10 штук. Ну, именно самих этих платочков. Да, 10 упаковочек. Что я хочу сказать. Платочки хорошие. Девчонки по качеству прекрасные. Все замечательно. Аромат тоже хороший. Но он очень яркий. Если вы используете эти продукты, когда вы находитесь на стадии заболевания, да, уже, или уже болеете, то этот аромат будет раздражать и будет даже вызывать излишнее чихание. Ну, лично у нас так и получилось. Мама моя использовала вот такой пробничек. Это крем L'Occitane. Нежный, простите, легкий крем комфорт для лица коррете полтора миллилитра. В свое время мне давали его в подарочек при покупке крема для рук. Ну, и, в общем-то, вот мама его использовала. Вы знаете, в восторженных отзывах я от нее не услышала. Обычный крем для лица. Достаточно приятно пахнет. Да, он приятно пахнет. Ну, вот какого-то восторга, что прям вау. Нет, она как-то не получила от этого продукта. Ну, в любом случае, интересно маме было попробовать. Подошли к концу. Ватные диски каждый день. 120 штук, как обычно. Магазин Ашан, 35 рублей. Классные диски. Бюджетная цена, отличное качество. Тем более, в последнее время эти ватные диски идут с а-ля прошитым краем. У моей сестры подошло к концу вот такое мыльце. Это натуральное детское мыло от завода Братьев Крестовников. Да, уже второй кусок у моей сестры ушел. Я еще раз говорю то, что я сестру подсадила в свое время на это мыло. И она прямо в дичайшем восторге от качества этого продукта. Действительно, качество, девчонки, отличное. У нас подошло к концу вот такое мыло. Это Нести Данте. Идет он, этот продукт, мыло твердое, унисекс, цветочная лаванда, 100 граммовый кусочек. Очень маленький кусочек. С этого кусочка началось мое, простите, началось мое знакомство. Тораторио, боюсь не успеть камеру выключиться. Так вот, с этого кусочка началось мое знакомство с мылом Нести Данте. Вот, присылала мне его Иришка из Пенс. Также, Ириш, огромное тебе спасибо. Действительно, очень приятный аромат лаванды. Но, к сожалению, девочки, Нести Данте мне не подошло мыло, именно чтобы купаться с ним в душе. Я не могу им пользоваться в этом направлении, потому что безбожно высушивает кожу на теле, просто ужасно. Моем ручки, ну и, в общем-то, и радуемся. А вообще, сейчас скажу такую фразу, и, возможно, меня маломаны закидают тапками. Друзья, на мой субъективный взгляд, качество мыла от Нести Данте один в один – качество мыла завода Братьев Крестовниковых. Я не знаю, вот что моя семья, что я, мы придерживаемся именно такого мнения. Если вам нравится мыло от завода Братьев Крестовниковых, то, конечно, я советую лучше вам его покупать, чем покупать дорогущее мыло Нести Данте. Потому что, честно говоря, качество меня просто разочаровало. Я столько слышала восторженных отзывов. Да, там ароматы уникальные, они удивительные. Но, девочки, переплачивать за ароматы, не знаю, есть ли смысл или нет. Решайте, конечно, сами. Но качество у них вообще абсолютно одинаковое. И последнее, что мне осталось вам показать – это аромат. Приезжал он в подарок от Верочки из Саранска, Саняшки, на день рождения. Это у нас Сцент Эссенс Вельвет Амбар, компания Эйвен. Очень понравился аромат. Вы знаете, я почему-то думала, что это будет неприятный аромат Амбры в чистом виде. Потому что для меня аромат Амбры один в один с запахом мочевины. Простите меня, друзья. Я слышу именно так. Здесь совсем все иначе. Он такой теплый. Он такой уютный. Он такой согревающий. Я бы в жизни не подумала, что здесь в составе этого аромата есть Амбра. Да, как-то так. Очень классный, очень приятный. Дочка использовала с большим-большим удовольствием. Вера, большое тебе спасибо. Также я у ребенка подворовывала. И на холодное время года это просто какой-то удивительный аромат. Ну что ж, мои хорошие. Все. Это все, что я хотела вам показать в этой части. Конечно, впереди будут еще части, но немножко попозже. Спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.